Жукову загадили кочующие торговцы о Дома культуры. Якобы Белорусская обувь. Прошли, посмотрели, ни на одну обувь еще на Белорусской не написано. Непонятные иллографы, неизвестное происхождение. То есть что это? Купатели замыслы будут? Рыба тоже непонятная, то есть рыба провоняет веско-стуга в дом, в центр. Чем больше рекламы, рыбы, нерки, тунца, обувь. Якобы Белорусская, но ни на одной нет маркировки, что-то Белорусская произведена. Все надписи на странных языках. А вот сам Катунг-Госуговый центр, который превратился в рыбно-вещевой базар. Разве это нормально, как считаете? Идем в культурно-досуговый центр. Люди жаруются, что музей очень редко работает. Когда графика работы в музее, никто не знает. Зато постоянно какие-то проезжают машины с других регионов. Штатка это барахмурка. Вещами, рыбой даже торгуют. То есть место культуры торговли неизвестных лиц. Пойдем посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А у вас музей работает или сейчас нет? Не знаете? Он вообще не работает? Нет, он работает. Вот такая торгура, такие машины стоят. По всей Брянской области жители протестуют против того, что дома культуры превращаются в распродажу конфиската. Качующие торговцы в нарушении налогового кодекса, не становясь на учет по месту торговли, не платят там налогов, занимают лучшие торговые места, где должны заниматься дети, концерты проходить. То есть превращают культуру в местопродаж конфиската, как мы видим. Самые те же правоохранительные органы, членовники, полиции обращают на это внимание. Тут ущерб идет и с одной стороны местному бюджету, потому что ничего не поручают. С другой стороны местные предприниматели теряют рабочие места. И утверждение культуры превращаются в балахорки. Жители подозревают, что тут есть коррупционная составляющая. Известные блогеры длительный период времени пытаются с этим бороться, но саботаж чиновников и полиции делает свое дело. Все остается по-старому. Мало того, что загаживаются стены городов, фонари, дорожные сдаки, заборы, так еще идет прямое мошенничество. Давайте расскажем, как телевидение провело расследование. И работники рассказали, как обманывают пенсионеров, продавая дельмантины под видом кожи, а китайцы под видом европейского. Дадим слово телевидению. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Движнов. И сегодня я подготовил для вас интересный материал про огромный бизнес по разводу населения на деньги. Но только в этот раз речь пойдет не просто об интернет-кидалове, а о хорошо организованном бизнесе в оффлайн-режиме. Я абсолютно уверен, что практически любой из вас хотя бы раз в жизни сталкивался с подобными объявлениями. Акция в режиме одного дня, распродажа остатков крупной оптовой партии фирменной верхней одежды, распродажа конфиската со скидками до 50% и так далее. Такие объявления расклеиваются по спальным районам многих российских городов и на первый взгляд не представляют какой-либо опасности. Ну а что? Кто-то проводит очень выгодную распродажу. Почему бы не сходить и не посмотреть? Мало ли там реально может быть что-то интересное. Но на самом деле за подобными плакатами скрывается огромная бизнес-схема, в которой работает большое количество народу. И так получилось, что в этом бизнесе работал мой старый знакомый и добился там определенных высот, если это можно так назвать. И я его уговорил дать мне интервью и в подробностях рассказать про данный вид мошенничества. Единственное его условие было это остаться анонимным. Поэтому, друзья, смотрите ролик обязательно, расскажите о нем своим родителям, бабушкам и дедушкам. Чуть позже узнаете, почему именно им. Это правда очень важно. Начинаем. Можешь вкратце рассказать суть вот этого бизнеса? Какая цель у него? Ну, касательно цели этого бизнеса, я считаю, что заработать денег и обмануть людей. Тем самым человек покупает определенный товар несоответствующего качества. И продает его в 5-10 раз дороже. Тем самым обманывает человека и, вводя его заблуждение, объясняет то, что этот товар, надлежащий у качества, то, что это продается в таких магазинах, в крупных сетях, как Снежная Королева, Мир Божий Меха, ну и так далее. Просто этот человек начинает обманывать, говоря то, что вот та же самая куртка, вот, это кожная куртка. А на самом деле это дермантин. Представьте себе такую картину. Вы или ваш родственник подходит к дому, где он проживает, и видит подобное объявление, которое наклеено, как правило, на самое видное место для того, чтобы вы обязательно обратили на него внимание. Обычно они имеют кричащие заголовки. Большая распродажа зимних кожаных курток и дубленок. И вы решаете сходить на эту распродажу. Какая-то женщина, например, идет, видит распродажу. Там написано, только один день, меха из Европы, лучшего качества, да? Так же обычно пишется? Так же, все верно. И куда она попадает? Это получается как-то на сутки вы арендуете или как? Куда она попадает? Можешь этот момент рассказать? Она попадает, собственно, в помещение, которое арендуется на той территории, где и тут проводится распродажа. Люди выбирают район, в котором пройдет ярмарка, выбирают помещение. Эти помещения они находят на таких сайтах, как Авито и ЦАП. Там собственники сдают аренду на долгосрочное время. Эти, значит, ребята звонят и договариваются о том, возможно ли провести ярмарку верхней одежды. А не давать на краткосрочное время. Сейчас, так как недвижимость очень тяжело сдать на долгий срок, люди соглашаются на сутки сдать свое помещение, так как оно простаивается. Чуть по завышенной цене, да? Да, да, да. Вот примерно сейчас объясню. Допустим, помещение в месяц 45 тысяч рублей. А люди платят ярмарочные, вот эти ребята, от 5 до 10. Ну, конечно же, это собственнику интересно. Люди, соответственно, соглашаются, алименты, и приезжаем, заключаем договор, и все, как бы, и договариваются на определенный день, расклеиваем заранее объявление и прогоним ярмарку. Смотри, как вы готовитесь к этим ярмаркам? Вы закупаете одежду? Где это, как правило, закупается? Вот можешь вот это подробно? Как, смотри, несколько вопросов. Где закупается? Ну, можешь рассказать там про стоимость, и какие товары конкретные вы выбираете, на которые можно, грубо говоря, впарить, как вот такая-то ацетенная куртка. Где берете, почем покупаете, и через сколько времени вы оттуда съезжаете, грубо говоря? Я понял. Ну, начнем с того, что где это покупается. Домар, как Майло, покупается в городе Москва. Вот, такие крупные рынки, как ТЦ Москва, это Люблино, и Садовод. Ну, сколько может куртка стоить там, в закупке, и за сколько она может быть продана, как бы типа мех из Европы, или куртка суперкачества из Европы? Сколько на этом зарабатываете? На этом, ну, я приведу, как для примера, допустим, куртка по себе стоимость стоит от 1000 до 2000 рублей. Ну, это среднего качества. Ну, как бы это плохое качество, но это более-менее среднее качество, которое можно спарить. Например, покупая за 1000 рублей, ее можно продавать за 9000 рублей. Покупаешь же более-менее нормального качества, там, за 3, от 2, ну, начиная с 2000 до 3000, ты их можешь продавать по 12900, по 13900. Вот так вот все ребята не продают. А обувь, обувь покупают. Ну, там накрутка на обувь идет у всех в среднем 2-3Х. Ну, то есть ботинки стоят там 400 рублей. Ну, они там продают за 2-400. Но в любом случае, вы говорите всегда, что это из Европы, это очень хорошее качество, просто сейчас распродажей только вот один день, да? То есть на это люди ведутся? На это, именно на это, в том, что в рекламе, как мы до этого и говорили, почему заклеены все объявления стенда, там висит, распродаж проходит только один день. Ну, либо же от одного до трех дней. Небольшое пояснение. Эти распродажи никак не связаны с каким-то конфискатом, с мехами и куртками из Европы и какими-то забытыми складами и так далее. Ребята закупаются товаром на всем известном рынке садовод. Задача купить такую вещь, чтобы она выглядела максимально дорого, но при этом ее себестоимость была не более 2-3 тысяч рублей. Далее в спальном районе города арендуется торговая площадь на сутки и устраивается грандиозная распродажа элитной одежды с головокружающими скидками до 90%. Но кто на это поведется, спросите вы, вряд ли молодежь пойдет покупать себе одежду в таком месте. Какая часть людей клюет на это? Это возрастная категория от 40 и выше, ну, даже скорее всего от 50 до, ну, или старше. Потому что пенсионеры приходят, их ребята вводят в заблуждение, тем самым обманывают. Потому что, как правило, когда зайдет тебе молодой человек, да, там, лет 18, от 18 до 30, он как бы все поймет, то, что это товар ненавиджающего качества. А пенсионеров просто все на всем обманывают, и они ведутся на все это и покупают по завышенной цене. Вопрос по организации. Как это организовывается, каких людей, ну, как это на работу, получается, можно так устроиться и тебе все расскажут. Представь, что я с нуля к вам пришел и говорю, ребят, я вот там по объявлению, увидел объявление и хочу у вас работать. Что мне объяснят, что мне нужно будет сделать? Я сейчас все объясню это, но в первую очередь, когда, вот, допустим, я буду за объявление, да, ко мне приходит человек к работе. Значит, что я ему объясняю? Здесь у нас люди на работе не сидят. Все у нас активные ребята. Это в первую очередь, когда человек приходит, он не стоит на точке продаж. Если обратить внимание, когда проходят в продажи, кто-то стоит на улице и кричит в упор. Зазывает людей. Вот, как правило, когда приходят люди, мы сразу говорим, чтобы раскрепоститься, тебе как человеку, потому, чтобы начать продавать, тебе нужно раскрепоститься. Для того, чтобы раскрепоститься, мы отправляем людей, в первую очередь, на упор. Это люди, когда человек стоит в рупор и приглашают людей, что, дамы и господа, здесь сегодня проходят распродажи в режиме одного дня. И все. И как правило, люди, большая часть людей, мы как бы нормальные, хорошие ребята, целеустремленные, которые хотят заработать денег, они идут кричать. А те люди, в которые себе закрепощенные, они сразу же уходят. И поэтому у нас идет такой отбор. Если кто-то раскрепощен в себе, как человек, он идет взаимодействуя с людьми на улице, которых начинает приглашать, потом в последовательность он становится менеджером, потому что, когда он находится на точке продаж, ему потом становится легче взаимодействовать с человеком. Я устроился к вам, я могу сразу же начать, грубо говоря, свой мини-бизнес в этом. Я вот такой пришел и говорю, ребят, я раскрепощенный, вы меня проверили, и я такой говорю, я хочу открывать свои точки, и я хочу как бы сам быть вверху, как бы, понимаешь? Да, конечно, в таком случае есть как-то какого-то таких вопросов. Если ты хочешь работать сам на себя, допустим, мы предоставляем товар на реализацию. Просто тому, кто хочет быть на вершине, стать сразу каким-то крутым менеджером, работать сам на себя, ему нужны будут деньги на товар, в любом случае, чтобы на точке продаж примерно в среднем по товару от полтора миллиона до двух с половиной. А по себе стоимость это же гораздо дешевле, от 200 до 300 тысяч рублей по закупочной цене. И, как правило, у таких людей нет денег, и поэтому мы предоставляем такую услугу, как товар на реализацию. То есть, это, допустим, крутка та же самая на 100 тысяч рублей, мы на нее накрутили там 500 рублей, написали накладную 1500, а он уже продает по одной цене, которая хочет. Вот и все. А по организации мы также, вот главный менеджер, который находится на точке продаж, он занимается и как организационными вопросами в плане, ищет помещение, и расклеивает объявления, и на своих ребят. Ты в данный момент, ну, основная твоя работа это искать помещение в аренду и проводить акцию. Обучение в аренду, заранее расклеивать объявления по району и проводить ярмарки, и еще набирать людей, и тем самым их обучать. Обучать людей чему? Именно продавать, впаривать, или дальше крутить бизнес? Именно продавать, впаривать, это в первую очередь, а потом дальше крутить бизнес, тем самым давая дальнейшую дать, чтобы человек работал отдельно, и предоставить ему товар. Скажи, у вас есть конкуренты? Конкурентов очень много, они везде. Мне кажется, то, что на мое усмотрение, примерно по касателям Москвы, не считая области, в Москве работал команд 40, как минимум. Ну, вот я лично, когда работаю, в любом районе, где бы я ни находился, куда я ни приеду, распродажа была либо неделю назад, либо две недели назад, просто на другом адресе. А так распродажи по Москве проходят везде, в любых районах. Как вы выбираете районы? Это обычно окраины какие-то, спальные районы, или это может быть прямо в центре? В центре этого не может быть, потому что там люди с работы, на работу, им некогда. Выбирают спальные районы. В спальных районах больше всего. Выбирают те районы, где больше всего на самом деле пенсионеров. Но это, как правило, в спальных районах, на окраинах. В центре мало кто работает, потому что там люди не приходят по рекламе. Потому что там пенсионеров очень мало, и они не зацикливаются на рекламе, даже не приходят. А вот смотри, если мы не берем Москву и Питер, в каких городах еще это может работать, этот бизнес? Этот бизнес работает, я точно знаю, в Казани. Есть филиал, в Казани филиал, где, сейчас я скажу, если я не ошибаюсь, там команд где-то 7-8 работают. Есть филиал в Питере, там тоже работает примерно где-то до 10 команд. А я считаю, по России то, что вот я ездил, ну иногда там езжу на выездные какие-то, бывает такое, распродажи эти проводят везде, по всей России. Ну хорошо, смотри, тогда бабки, сколько может зарабатывать человек? Вот я, например, смотри, я пришел к вам, я доказал, что я раскрепощенный, я поорал, я созвал народ. Потом я у вас работаю, продаю в паре, и потом я говорю тебе, допустим, да? И говорю, вот слушай, я у вас работаю 2 месяца, я уверен в себе, я хочу сам искать помещение в аренду, я хочу сам брать у вас товар, предположим, что у меня нет денег, на реализацию и зарабатывать больше. Если я открою одну точку, например, в каком-нибудь Выхино, предположим, я нашел в аренду помещение, я провел распродажу один день, я взял у тебя на реализацию товар, сколько я могу за этот день заработать? Ну, в зависимости от того, сколько, как ты вообще подошел к оформлению. Если, допустим, эта точка, на ней постоянно работает, соответственно, туда мало людей придет. Если она какая-то новая, и на том районе, по крайней мере, 2-3 недели не работают, ты можешь отработать хорошо. В среднем на точке делают цифру, самая минимальная, это 15 тысяч рублей. Самая большая, ну, я сам лично делаю, это 130 тысяч рублей. Допустим, с тех же 40, ну, возьмем среднюю цифру, да, там, 60 тысяч рублей, мы вычтем, как таковые расходы, это аренда, это машина, которая привезла тебе товар, аренда от 5 до 10 тысяч, машина 5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, и расход по товару. И в среднем за день где-то можно заработать от 20 до 30 тысяч рублей. Сколько можно в месяц заработать, если не суперудачный месяц и не самый плохой? Вот средний месяц, сколько, смотри, 2 числа, сколько распродаж можно таких сделать, чтобы не сильно запариться? И сколько можно в месяц с этого поймать денег? Ну, в среднем за месяц выходит, ну, 12 распродаж, ну, если работать, неделю по 3 дня. Я так лично работаю. 12 распродаж, бывает, конечно, сезон, это зима, вот сейчас сезон. А сейчас при, ну, в таком вот случае, когда и плохо, и нехорошо, ну, где-то в районе 100 тысяч рублей за месяц. Максимум, сколько может человек в перспективе заработать у вас? Максимум, что, ну, где-то, если, раба, если максимально отдаваться этому, подходить ответственно ко всем моментам в плане оформления, искания помещений, максимально, да, 300 тысяч рублей, если можно заработать. Ни хрена себе, да, нормально, неплохо. Сезон начинается, как правило, с ноября, ноябрь, декабрь, январь, глушь, ну, и дальше уже ближе к осени тоже сезон. Летом начинается полная глушь, летом нет продаж. Но это так понятно, то, что летом куртку ты не продашь. А с точки зрения закона, смотри, кто-то у вас пришел, купил куртку, он, вы ему выдали какой-то чек, вы же чеки выдаёте, правильно, какие-то? Оформляется ли П какое-то, как это происходит? У нас есть ИП, ИП это купленное, оно везде продается, ИП там можно купить, ты платишь просто месяц за него, там, до 10 тысяч рублей за это ИП. А кассового аппарата не нужно, это необходимо. Вот, лично я, я практически никогда не даю чеки. У меня просто не приходилось, я с этим, я работаю уже на протяжении трех лет, у меня не было такого случая, чтобы я, ну, не было как таковой контрольной закупки. В принципе, отдать себе пенсионер, большую часть пенсионеров, ну, там, как бы, же кто-то зайдет подозрительно, чувак, у меня были такие случаи, когда заходили подозрительные люди, и я говорю то, что на них нет размера. В теории здесь нет ничего сверхъестественного, покупаются дешевые вещи и под видом распродажи впариваются целевую аудиторию в виде пенсионеров и людей, которым за 50. Но есть один очень важный момент, вы, когда покупаете такой товар, по идее, вам обязаны дать чек, на котором будет отображена разная юридическая информация данного магазина, и, по идее, можно же подать заявление в полицию. Хорошо, смотри, я пришел, купил куртку за 15 тысяч рублей, пришел домой, понял, что, блядь, походу она некачественная, спросил там родственников, и мне объяснили, что, чувак, это не кожа, а это вообще не жерсть, а воротник вообще там такой херовый. Но у меня есть чек, мне дали чек, я прихожу на следующий день, вас нет, что мне делать, я попал на бабки все, или я могу, ну, смогу ли я вернуть каким-то образом деньги свои? Нет, к сожалению, это будет невозможно. Почему и придумал смысл однодневной распродажи? Потому что уже на второй день ты не придешь и не сможешь вернуть. Просто больший процент людей, когда он покупает, он сразу не понимает, что этот товар не надлежащего качества. Потом, через время, там, месяц, полтора, два, он уже начинает понимать то, что касательно куртки, она протирается, замазывается быстро, появляются пятна, тогда он начинает понимать. Ну хорошо, а если я спущусь к администрации вот этого там мини-драгового центра, например, или там спутбальное помещение, и скажу, ребят, у вас вчера там вот тут точка была, можете мне данные дать, я буду в заявлении в полицию писать то, что меня там обманули? А так, конечно, безусловно, перед тем, как начинается какая-либо же распродаж, заключается договор. А я же до этого объяснял то, что там ИП купленное, оно левое. Поэтому, когда мы приезжаем договариваться, то есть снимать помещение в аренду, мы даем левые документы, которые не оформлены на нас. Администратор, значит, заключает договор с этим ИП, то есть с нашими документами, с которыми мы приезжаем, и мы проводим ярмарку. А если впоследствии возникают какие-то проблемы, человек приходит, арендодатель предоставляет ему документы, договор, и человек уже идет, пишет заявление в милицию. Но от этого никакого не будет. Друзья, вот такой вид мошенничества не просто существует, а процветает и достаточно хорошо, и занимается этим далеко не один человек, как сказал сегодняшний аноним. Только в Москве работает 40 команд, они проводят эти распродажи каждый божий день, и каждый день люди старшего возраста, по сути, попадают на деньги. Я благодарю вас за просмотр, прошу поделиться этим роликом, и обязательно расскажите эту историю своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, потому что именно они являются целевой аудиторией данного бизнеса. А на этом у меня все, с вами был Александр Дружнов, всем пока.